В эфире программа «Кто в нами хозяин?» Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. В августе нас ждут новые суммы в коммунальных квитанциях. Мы расскажем о порядке цифр. Интересный эксперимент ТСЖ-81. Программа «Кто в доме хозяин?» продолжает рассказ о капремонте в доме на Полевой. В этот раз поговорим о хитрости подрядчика. Почему он начал работу со второго подъезда? Вырастут, но совсем ненамного. По традиции в июле изменятся коммунальные тарифы. Для жителей Самарской области средний рост размера платы за услуги ЖКХ составит 4,8%. Вырастут, но совсем ненамного. По традиции в июле изменятся коммунальные тарифы. Для жителей Самарской области средний рост платы за услуги ЖКХ составит 4,8%. По этому показателю регион занимает шестое место в ПФО. Стоимость холодной воды вырастет в среднем на 6,3%. Канализации на 7,6%. Стоимость электроэнергии по одноставочному тарифу для горожан вырастет на 23 копейки, а для сельчан на 16 копеек. На природный газ для населения все составляющие розничной цены определяются на федеральном уровне. А на региональном уровне мы определяем стоимость газа для населения по направлениям использования. На отопление, на пищеприготовление. Рост розничных цен в Самарской области с 1 июля составит 4%. Если говорить в стоимозном эквиваленте, то для приготовления пищи стоимость 1 кубического метра изменится на 26 копеек, а для отопления на 18 копеек за кубический метр. По тепловой энергии ограничение еще более жесткое. Средний рост по Самарской области составит 3,4%. По горячей воде 2,97%. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что это более жесткие параметры для ресурсоснабжающих организаций по сравнению с прошлым годом. Произойдет рост взносом за капитальный ремонт. И составит этот рост для жителей, проживающих в многоквартирных домах до 5 этажей, включительно 38 копеек, 5,45 для высоток. На 43 копейки вырастет тариф. В бюджете региона заложены меры социальной поддержки в виде субсидий и денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг. С июля их размер также будет скорректирован. Торопиться с включением расходов на общедомовые нужды в статью «Текущий ремонт и содержание дома» не стоит. Об этом свидетельствует эксперимент одного из самарских председателей ТСЖ. Почему его опасения не беспочвены, расскажем в нашем следующем сюжете. Интересный эксперимент провел 2 года назад председатель ТСЖ-81 Александр Николаевич Антипов. Я отключал полотенцесушители в летний период на определенное время и сравнивал показания. Получается порядка 0,2 гигкалория на наш дом в день. Если мы умножим на 30 дней, получается уже 6 гигкалорий. Товарищество собственников оказалось не одиноким. Аналогичная ситуация возникла у недавно созданной управляющей компании, которая обслуживает дома Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Ее руководство рассказало об этом на круглом столе в общественной палате. У нас есть дополнительные гигкалории, как отопление на змеевик. И тут вопрос правового плана. То есть это в тариф не входит? Каждая гигкалория, напомню, стоит почти полторы тысячи рублей. И фактически эти гигкалории, которые жильцы домов невольно тратят летом, являются потерями. ТСЖ-81 они обойдутся почти в 30 тысяч рублей. Сейчас за них можно расплатиться с тепловиками с помощью графы общедомовые нужды. Но с января ситуация изменится. И вместо графы общедомовые нужды в квитанции останутся лишь расходы на текущий ремонт и содержание. Начинаю скрывать от народа правду. Я лучше объясню людям, почему у нас это возникает. Я им покажу показания общедомовых приборов учета. Я покажу то, что они подали. Они сравнят, они увидят. И они поймут. А то, что закрыть, завуалировать вот эти общедомовые нужды и включить в содержание, это глупость полнейшая. Ведь если не расписывать подробно свои потери, не говорить о расходах на общедомовые нужды, считает Александр Николаевич, мало кто из коммунальщиков удержится от соблазна. Он не только включит в квитанцию все свои расходы и потери, но и допишет что-нибудь от себя. И попробуй его проверить. Опасения самарского председателя ТСЖ не беспочвены. Именно поэтому, кстати, был отложен перевод ОДН в статью «Жилищные расходы». Соответствующий закон подписал президент России. Согласно ему, с января 2017 года должны заработать новые правила предоставления коммунальных услуг. Они должны будут включать внятную методику расчета общедомовых расходов. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает вести дневник одного дома. В нем мы подробно рассказываем обо всех этапах капитального ремонта. Что успел сделать подрядчик с момента нашего последнего посещения дома на улице Полевой? Почему работы в доме начались именно со второго подъезда? Ответы на все эти вопросы в очередном выпуске нашего дневника. Мы сейчас подключаем его со старого на новый и включаем воду жильца. И они уже пользуются ей. Во втором подъезде дома номер 3, что на улице Полевой в Самаре, подрядчик полностью завершил работы по замене стояка холодного водоснабжения. У представителя заказчика, инженера технического надзора, который курирует ход ремонта в доме на Полевой, мы поинтересовались, что еще сделано в доме за две недели. За эти две недели мы полностью практически сделали второй подъезд. Холодное водоснабжение, стояки поквартирные и отопление тоже поквартирные вместе с радиаторами. Там заменили холодную воду, также канализацию. Сейчас вот по завершении второго подъезда будем переходить на следующий подъезд. Стояк ХВС сделан из пластика. Материал, говорит подрядчик, крайне практичен. Благодаря малому весу и легкости монтажа стояк компонуется буквально на глазах. При этом пластиковый водопровод эластичен. И если вода, не дай бог, в нем замерзнет, он выдержит и не лопнет. Пластиковые трубы, из которых монтирует водопровод в доме номер 3, инертен. То есть в ходе эксплуатации не выделит каких-либо вредных веществ. И не подвержен коррозии. Это значит, что срок его эксплуатации может доходить до полувека. Мы поинтересовались, почему подрядчик начал работу именно во втором подъезде. Оказалось, что это своеобразная военная хитрость. В этом подъезде живет старший по дому. Он, считается, заводил и капремонт в доме. Он согласовывал со всеми. И на его примере мы людям показываем, что капремонт – это не разруха и не конец света. То есть люди заходят к нему, смотрят, что имущество все целое, отверстие все заделанное, трубы поменяли, ничего не испортили. И соглашаются дальше на работу. То есть на его примере люди смотрят, что действительно работы выполняются качественно. Так уж получилось, что во втором подъезде живет не только старший по дому. В подвале стоит сердце дома – тепловой узел. Без него трудно представить комфортную жизнь в холодах. Оборудование узла подрядчику пришлось заменять полностью. При осмотре выявилось, что водные задвижки не держат. Поменяли их на новые. Вот они у нас. Дальше идут у нас приборы учета. Мы их не трогали, они недавно были смонтированы, они новые. После приборов учета у нас грязевит. Новый поставили, потому что он был старый. Элеваторный узел. И запорная ароматура стоит дальше у нас. Манометры, термометры, соответственно, новые. Потому что старые полностью пришли в негодность, они не работали. Кстати говоря, контролировать температуру и давление теплоносителя станет инновационный прибор два в одном. На это представители фонда обратили особое внимание руководство управляющей компании, которые спустя месяц после начала в доме номер три капитального ремонта пришли на экскурсию, знакомиться с новой начинкой дома. Показали нашу работу, что мы в течение этого времени, какие работы были завершены, все вместе прошли, посмотрели. Зашли в подвальное помещение, показали разлива, как смонтированы, где они проходят, какие швы, где закладные, где крепеж. Все им показываем. Какие у нас запорная арматура. В принципе, их все это устраивает. С ними, я думаю, взаимодействие налажено. Мы их будем еще приглашать по мере производства работ. Каждый замененный в доме узел будет аккуратно, что называется, по описи передаваться жилищникам. Покидая преображающийся подвал, мы вместе с представителем фонда и подрядчиком идем по квартирам. Здесь стартовал, пожалуй, самый долгий и самый ответственный этап данного вида капитального ремонта – монтаж системы отопления непосредственно в квартирах. Подрядчик общается с теми, ради кого делается ремонт – с жильцами. Парни у вас работают. Впечатления ваши, замечания есть какие-нибудь? Честно говоря, в соцтехнике я за ними как поздравлюсь, вот только они работают. Работают прекрасно. Спасибо. Прекрасные ребята. Ну, может, какие-нибудь есть пожелания? Нет? Время. Время. Работа в доме продолжается. На очереди замена системы электроснабжения дома. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске дневника одного дома. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольно работает СЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния».